В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям перешли в режим повышенной готовности. Это делается до начала весны, чтобы в очередной раз проверить состояние техники, распределить силы и средства, которые могут понадобиться в паводковый период. Мы видим, озера за 3-4 года порожнены практически, имеют свободный объем принятия талой воды. Осень у нас была дождливая, соответственно, почва с увлажненной и промежшей почвой. Есть определенные риски локального возникновения подтопления населенных пунктов. Сегодня в 175 населенных пунктов у нас минимизированы риски подтопления. В зоне риска талыми водами находится 42 населенных пункта. Всего же в зоне риска находится 85 сел. Большая вода может прийти из-за подъема уровня воды в реках и разлива озер. В населенных пунктах, подверженным паводкам, заранее проводят защитные мероприятия. Там уже приступили к вывозу снега. Процессы весеннего половодия начинаются у нас в юго-западной части. Это район Габита-Мусрепова, Айртаусский район. Мы, как правило, в Темирязевский район заранее группировку направляем с водооткачивающим устройством для того, чтобы в круглосуточном режиме совместно с местными исполнительными властью мониторить ситуацию и принимать оперативные меры. В основном будем сконцентрироваться, конечно, на тех населенных пунктах, подверженных талам. И вот заранее водооткачивающую технику наши силы и средства привлекать. Речь идет не только о силах и средствах профильного департамента, но и полиции, а также национальной гвардии. В сумме в группировку, созданную для оперативного реагирования на угрозу паводка, вошли 472 человека и 134 единицы техники. Ее готовность спасатели смогут проверить во время республиканских учеников тем, которые пройдут 2-3 марта.